является стандартной историей для Батухана Хасикова умение быть настроенным и сконцентрированным на бой своего соперника мы видим угол Батухана идет за ним команда Камил Гаджиев возьми Трелушников, катман насколько все-таки еще здесь будет тяжело переход переход в другой вес, я имею ввиду да, здесь зримо мы наблюдаем, что Батухан очень большой ноги уже другие, не 71 килограммового бойца более он здоровый, более крепкий знаете, Дмитрий, я вспомнил, конечно же, Мухаммеда бойца, мы как-то с вами его комментировали да, видели, видели мы его комментировали мы его в Нижнем Новгороде с вами, если вы помните, он там дрался не, не помню я там с полной трансляцией, простите, да как обычно да, я как обычно, ничего не меняется можете шутку вставить, конечно же, Дмитрий и он тогда дрался с нашим российским бойцом как раз на том вечере он одержал победу и выдался за титул Бако ПРО титул чемпиона мира в этой весовой категории это был кубок Федора Емельянина да, да, абсолютно верно посмотрите, какой Бату мощный да, вот кроссфит, который он пропагандирует сейчас вот понятно, что человек работал, работал много да, он достаточно крепкий, здоровый боец формат 5 по 3 что значит, другая весовая категория, Дмитрий тут прям, конечно, разительно отличается смотрите мощь сейчас в ударах ногами по сравнению с Бату Ханом Хасиковым Мухаммед является таким такой щупленький, да щупленьким не очень мощным бойцом, конечно здесь видна, конечно, работа профессионалов уже совершенно другого полета первый раунд традиционно практически идет в таком формате разведки справа Бату четко попал кроссом через руку на встречу поймал убрал волкик на внутреннюю часть бедра но, действительно, удар пошел в область паха не проконтролировал этот удар очень серьезно перчатки, мы видим Fight Nights логотипом интересно так правильно нужно продвигать свою команду во всем мне кажется и Бату сейчас пропустил двойку правой через руку и левой на выходе правой снизу правой снизу да пиранец пока не собирается уступать очень агрессивно так настроен этот правый сейчас навстречу Бату защиту принял этот удар и сбоку вообще не дал к себе попасть ну и тоже делает сейчас Мухаммед правый тут же вдогонку с левой три раза попробовал правой через руку вдогонку с левой руке нет продолжение ногой почему-то после этого комбинация сейчас великолепный волкик с правой ноги под внутреннюю классно да левую внутренней ну вот вот сейчас надо повтор ну надо повтор если судья не видел то значит этого удара не было в пах если это был удар в пах да это нарушение правил можно предупреждать ей за что допустим ну повтор надо смотреть там судья есть в ринге если этого удара не было второй раз человек показывает удар в пах давайте симуляцию Максим вот что скажете ага ну и где здесь пах здесь чистый вроде был лоу кик во внутреннюю часть был и странно очень активно очень активно странно себя ведет мухаммед боится за рано который как я понимаю тренируется в нашей стране ну мощнейший конечно бату справа давай 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 еще прибавишь весе он стал еще более мощным это учитывая сколько бату еще приходится гонять в том числе да гоняет он довольно много я думаю что сейчас его живой вес наверное 80 кг составляет ого хорошо давай осторож под концовку главное раунды не пропускать запоминается последний еще один лоу может даже не инсайд а вот обычный время разведка ну разведка конечно как она есть нету такого дикого нерва есть спокойная довольно работа батуха соперников в большей степени сейчас изучает он себя не очень хорошо ведет поскольку но это не качество именно великого спортсмена демонстрировать то чего глобально не было по крайней мере мы с вами не видели во втором случае ну вот он лоуки классный конечно и сразу нога встала да есть в арсенале вот эти серьезнейшие удары конечно сокрушительные хороший классный левый лоуки нет ну ну что тут где этот пахт такой игрового плана здорово был исполнен непонятно Мухаммед как мы видим не садится в своем углу попытка в том числе именно так поддавить на соперника я совсем не устал я в этом не нуждаюсь да это такая тактическая иногда бывает заготовочка иногда это просто уже привычка бойца и и по своему опыту скажу что это в том числе самонастроит и себя просто не даешь расслабиться во время боя Бату обрабатывает по-прежнему переднюю ногу причем хорошо так обрабатывает целенаправленно ой неприятно да но этот удар был в локоть такой мидал кик пошел со стороны Мухаммеда в локоть Бату в защиту мне единственное уже видно что психологически конечно очень не уверен Мухаммед потому что Бату сейчас жесткий удар правый мидал кик нанес у вас там туловище закрутил голень как обычно так это бывает часто в бою что голень касается может быть чуть спины и тут же Мухаммед сразу показывает там своим жестом что приостановит бой показывает что удар в спину попросил вот здесь лоу кик отлично просто 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 супер пока вот выбрал он себе вот эту манеру которая не знаю как вам Максим сколько наблюдал за именно разными бойцами очень импонируют бойцы которые способны вынести с ринга соперника посредством лоу да смертельный удар как япония называет Бату не владеет великолепно опять таки кикусиновская школа и очень терпеливый боец подсадил хорошо сейчас почему-то Бату не ударил коленом хотя заводил себя в эту позицию колени тоже у Хасикова достаточно серьезные спросите у Замбидис бату плотнее 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 долги 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 нет настречу жди 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 нажимайте нажимайте вот хорошо вот все по делу без какой-то лишней суеты пытаются огрызаться довольно активно иранец но пока безрезультатно и самое главное что наверное Бату делает во втором раунде он пытается отключить довольно серьезное оружие Мохаммеда он пытается отключить ему руки каким образом парадоксный факт работает по ногам не с чего стартовать никогда и вот уже классика от Хасикова через правую руку на левую в область печени тут же перевод в лоу-кик классно у нас 3 секунд 30 секунд вот так хорошо право по тула очень хорошо на левом дебе на выходе ногу левую лоу-кул класс классный чуть не высит 10 секунд воин собрание собрание руки хорошо вот левый по печени правый лоу правый лоу очень тяжелый очень-очень тяжелый раз за разом он приходит не успевает немножко Рязан Азарис ставить щиты все ну все по делу знаете как-то вот после битвы в Калмыкии в которой мы с вами работали со многими решениями в том числе честно говоря поймал себя на мысли что Бату дома биться не надо слишком человек много сил и нервной энергии отдает перегорает еще прямо до выхода я его там тогда прям не узнал Бату на себя похож нет да тяжелый здесь вообще другой человек вообще другой человек то есть мы его знали мы его видели здесь идет уверенная именно работа то что человек умеет делать без лишней вот этой нервотрепки а если там и родители смотрят понятно что биться на родине это очень почетно тем более Бату там любят но при этом взваливать на себя вот этот груз ответственности тяжеленный и на себе его тащить постоянно же себя еще и подстегивая я не могу проиграть я не могу проиграть я не могу проиграть перегрузка очень серьезная здесь вот этого груза не чувствуется Бату работает как умеет умеет он работать хорошо да конечно ударной мощи не только с весом вообще в целом Бату Хасиков прибавил очень серьезно по моему выбил тяжелый жесткий он все-таки ногу уже выбил и из угла правильно подсказывает сейчас логика поединка диктует то что по этой ноге продолжатся атаки хорошо он отходит на выходе левый сбоку так коротко пощупал его и тут же левый внутренний почувствовал Бату Хасиков что есть проблема подволакивает как раз у Мохаммеда левая нога уже внутренней части отбита тут же правый лоу на рульную часть супер правый на правую Бату более точен здесь все в защиту в защите но показывает вполне себе что не собирается ничего отдавать иранский боец просто так ага но здесь конечно Хасиков себя ведет как настоящий профессионал первый раунд дал возможность разойтись Мохаммеду посмотрел понаблюдал чуть какие-то удары на себя даже принял а потом второй уже уверенно лидер третий продолжение этой же истории так что именно очень серьезного профессионала дать вымоку сопернику в первом раунде короткий Дмитрий был точный в область челюсти четко попал что там происходит Бату что там было Максим поправьте меня что здесь против правил против правил здесь захват то что захват наклонило Бату нагнул можно сказать его не знаю здесь рефери не включился в центре ринга который находится не включился соответственно не сделал даже устного замечания поэтому я понимаю что по на взгляд рефери все было в пределах правил точно а мы здесь можем тут рассуждать не знаю полемика какая-то нужна ли здесь не думаю непонятно себя ведет Мухаммед вообще что не хочет биться да не хочет биться не хочет биться и спрашивает именно медицинской помощи что там может быть крови нету значит может быть очередной перелом челюсти возможно я бы не исключал все-таки колено это оружие это такое острие нагнул Бату за счет мощи своей наклонил Мухаммеда и удар коленом автоматически целенаправленно причем да ведь он не хочет боксировать на самом деле начинает говорить на русском языке после удара после гонга он ударил там точнее не после гонга после команды он ударил или что все время в этом споре прибывает я так понимаю с Камилом Гаджиевым как раз промоутером в том числе наверное этого боя поэтому ему все говорят давай дерись и продолжай бой ну что нет касания есть удар колено пошло даже не в челюсть Дмитрий колено пошло в область чуть иную можно еще несколько сок посмотреть и будет явно видно Мухаммед недоволен что его бату нагнул очень низко да да это верно а что теперь то причин для дисквалификации Бату Хасикова я не вижу вы Максим ну не за что здесь здесь опять же я смотрю на реакцию рефери в ринге мне вот это максимально важно если рефери в ринге даже не сделал устного замечания значит все в пределах правил если все в пределах правил боец не может продолжать поединок это проигрыш Сергей Майфат супервайзер федератский бокс России тоже включается в этот процесс зрители негодуют шлистят требуют продолжение боя опять уважаемый Сергей Майфат вступает это наверное самое нехорошее что может случаться в прыгингах любого уровня когда люди начинают спорить как раз трактовка правил здесь идет выяснение по поводу этой трактовки на вот только разогревается Да, у него как раз идет по нарастающей. Как раз Бату, сколько я его видел и в ранних боях, в том числе, ощущение всегда было и всегда оставалось. Наверное, пик этого, это был поединок с Краусом. Он прибавлял. Обычно идет у кого как, но если поединок довольно протяженный и с большим количеством ударов, и выброшенных, и попавших, она даже вот так, да? Вы знаете, Мохаммед уходит из ринга. Тут же Сергей Майфат его требует от него даже возвращения. А, это его, чтобы вытерли? Нет, нет, как раз Сергей Майфат требует возвращения его в ринг, и чтобы он не чудил, говорит, ты что, завязывай с этим. Неправильно ты себя ведешь, и ты должен, этот фитильный бой, ты должен вернуться в ринг, принять решение судей. В любом случае. Если он не согласен, есть всегда возможность подать протест. Никаких проблем. Если человек не может продолжать поединок, и не было грубого нарушения правила, которое РФ не фиксировал, это поражение. Все. Не хочешь продолжать бой? Никаких проблем. Заставляй тут никто никого не сможет. Какое-то не очень спортивное поведение. Вы знаете, дорогие друзья, смотришь на это, вроде человек вышел, биться, закипывался. Ты не готов к этому бою? Да, уверенно можно сказать, что Мохаммед особо не готов. Не готов и не хотел он противостоять. Так серьезно, активно Бату Хасикова не хотел. Это странно. Это очень странно, хотя, ну, всякое бывает. Ввиду невозможности продолжения поединка соперником, победу одержал Бату Хасикова, Россия! Ввиду невозможности продолжения поединка, такой формулировки в профессиональном К1 нет. Это либо, так называемый, на английском терме, injury, травма, и в связи с травмой, с техническим нокаутом присуждается победа. Такого, как оно есть? Какого нокаут? Ввиду невозможности такой формулы нет, что странно очень. Ввиду нежелания тогда еще за... Это, видимо, технический нокаут, стандартный технический нокаут, который может быть. Собственно, Бату победил здесь и хорошо, и наши предположения с Максимом хорошо, что оказались верны. Снимать здесь человека с турнира и вешать ему дисквалификацию, и было просто не за что. Ранец не очень себя показал именно желающим именно биться, может быть, был просто не готов. Так вот уж случается. И сам турнир Хабаровский потихонечку подошел к концу. Самое-то главное два события, то, что здесь состоялись. Матчевая встреча, международная матчевая встреча сборной России, сборной Азии закончилась победой сборной России со счетом 3-2 над сборной Азии. И в главном бою, титульном бою за пояс чемпиона мира по версии Вака Про, чемпионом стал, мы его искренне поздравляем, Бату Хасиков. Хотя этот поединок, от него мы, конечно, ожидали чуть-чуть больше. Но Бату-то как раз работал так, как умеет и так, как может. И очередной титул в катюке Бату Хасикова уже в другой весовой категории. Титул чемпиона мира по Вака Про 75 килограмм. Поздравляем, да, поздравляем искренне Бату. И на этом наша трансляция подошла к концу. Редактор Сергей Белокуров и для вас работали комментатор телеканала Россия-2 Дмитрий Бобцов и мой коллега, заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу различных версий Максим Воронов. До свидания, дорогие друзья, занимайтесь спортом. Дмитрий, благодарю вас и, дорогие друзья, крепкого духа вам побеждайте. Всего самого хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!